Я хочу назвать эту проповедь таким словом «не я, но Он». В смысле, не я, но Он. Матфея 10, 20 стих. Я хочу сказать, что не более 12% мы запоминаем то, что мы слышим. И важно иной раз и записать. Я тоже записываю себе мысли, но, конечно, Бог хочет, чтобы это было в нашем сердце прежде всего. И вот Матфея 10, глава 20 стих. Здесь говорится, не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить вас. Когда здесь говорится, что не вы будете говорить слово, не вы будете говорить перед царями, перед уважаемыми людьми, перед людьми, находящимися в высоком положении, не беспокойтесь. То есть не имейте волнения, не имейте беспокойства, потому что не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить вас. Когда Бог говорит, мы знаем, что Он говорит всегда правильно. Когда Бог говорит, Он говорит совершенно. Когда Бог говорит, Он говорит мудро. И у нас даже нет мысли обижаться и огорчаться, что не я, а Он, потому что мы абсолютно можем понимать Его преимущества, Его абсолютное совершенство, Его непревзойденный успех. Мы склоняемся перед Ним, как перед самым-самым великим, самым мудрым, Он как чемпион, как непревзойденный, талантливый, может быть, маэстро, художник, спикер, то есть говорящий Он. И хотелось бы в этой проповеди подчеркнуть роль Святого Духа как наивысшую роль. И наше положение, как положение служащих или слуг, в таком состоянии мы сможем, когда мы ставим Бога на первое место, когда нам важно, что Он говорит, тогда у нас есть возможность, есть шанс действительно узнать Его волю, действительно сделать то, что Он хочет, и сделать правильно. Как бы ни было, это трудно или иногда порой очень трудно, но результат этого послушания будет благословением. Господь готов говорить через нас, Святым Духом, понимая нашу немощь. Слово говорит Божие, что мы не знаем, как молиться, как должно. Это говорит о том, что, опять же, не я, но Он готов помогать мне молиться. Римлянам сказано 8, 26. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Смотрите, какой помощник Бог. Он готов помочь нам помолиться. Он готов помочь нам в наших обычных делах. И Он готов помочь нам помолиться. Мы можем просить Его, мы можем доверять Ему и говорить, Господь, помоги мне совершить молитву. Помоги мне так помолиться, чтобы это коснулось Твоего сердца, чтобы коснулось окружающих, чтобы это принесло плод. Помоги мне так сказать. Скажи Ты, Господь, не я, но Ты. Итак, в Матфея 10, 20 говорится о том, что не мы будем говорить, это то есть Он поможет нам. Римлянам 8, 26. Не мы будем молиться, но Сам Дух Святой ходатайствует за нас. Это говорит о том, что мы участвуем в молитве, но Он ведет нас. Он помогает нам молиться правильно. Именно Он дает нам правильную молитву. Ведь молитвы бывают и по плоти, сами знаете. Как молился фарисей, как молился мытарь в храме. Иисус Христос об этом рассказывал. Два человека вошли в храм помолиться. Оказывается, не всякая молитва. Она правильна, да, действительно. Если молитва исходит из сердца гордости, из сердца самодовольства, она не принесет нам оправдания. Но молитва и смирение, когда человек смиряет себя, и этому человеку ничего не было в сердце сказать, кроме одного самого важного. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Все, что он хотел, чтобы Бог простил его. Будь милостив ко мне, грешнику. Я думаю, что эти слова были даны ему в сердце от Бога. Он говорил эти слова от сердца. Это Луки 18 глава. Почему фарисей молился неправильно? Я скажу, как он молился, не чтобы его осудить, но здесь написано в Библии. Он говорит, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как другие люди. То есть, я лучше. Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, я пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. То есть, он принес себя в похвалу перед Богом. Он хвалился перед Богом. Возможно, он даже вслух молился, и, возможно, даже мытарь слышал его слова. И Бог не обещал, что он пошел оправданным. Здесь написано, мытарь, который бил себя в грудь и говорил, Боже, будь милостив ко мне. Ему эти данные были слова в сердце. Только несколько слов. Но эти слова были даны от Бога. В некоторых пробуждениях были особенные слова. В пробуждениях, в смысле, в движениях Духа Святого в церквях, были особенные слова. Они были даны некоторым верующим. И через эти слова пришло движение Духа Святого. Например, одна девочка в пробуждении Уэльса 1904 года. Она девочка, подросток. Когда пастор спрашивал в общине, там, в церкви, он, чтобы что-то сказал каждый, кто сказал, что он думает о Боге. И то вот однажды одна девочка встала, и она сказала от всего сердца, она сказала, она воскликнула. Это были слова от Духа Святого. И что я люблю Господа всем моим сердцем. И когда она сказала эти слова, то Дух Божий сошел на всю церковь. И с этих слов началось пробуждение. То есть это были слова, которые даны были Богом. Слова, это были слова молитвы, слова посвящения. Это слова, которые не мы как бы сказали, но мы сказали их, но это было в нашем сердце. Бог дает слова в наше сердце. И вот Бог, Он говорит, что не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить вас. И Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Бог, Он может дать. Вот эта зависимость от Бога или Божья подсказка, и Божья помощь, и когда она выходит на первую, ведущую роль в нашей жизни, это очень важно. Помолиться так, как бы это хотел Господь. Теми словами, которые Бог мог услышать и ответить. «Не мы, но Господь». Итак, молитва и Слово могут исходить прямо от Господа. Дальше исцеление. Господь говорит, Дух Святой помазал меня исцелять. Разбитые сердца. Луки 4, 18. То есть исцеление, оно происходит не от нас, а происходит от Бога. Господь, Он может это сделать, и это только Он делает. И понимая, что исцелить может только Бог, мы трепещем и переживаем, мы молимся перед собранием, богослужением, потому что понимаем, что мы ничего не можем. Потому что Господь сказал Евангелие Иоанна, без меня не можете делать ничего. Но если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то все, что не пожелаете, просите, и будет вам. Без меня не можете делать ничего. Это состояние трепета и страха. Слава Господу за то, что Господь, Он в такую зависимость поставил нас с Ним. Слава Богу, так нужно, так правильно. Итак, Господь говорит теперь, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигла до вас Царство Божье. Матфея 12, 28. Здесь говорится, опять же, что изгнание бесов происходит силой Духа Святого, Духом Божьим. Не человек, и он не может, человек просто человеческой силой, он не может быть сильнее какой-то сверхъестественной силы. То есть человек, это не человек, но человек в силе Божьей, он может. И поэтому Господь говорит, если я Духом Святым, и так, это не человек изгнал беса, но Духом Святым Господь совершает через верующих. Поэтому, когда Павел исполнился Духом Святым, и он сказал тому Духу, чтобы он вышел из той девочки прорицательно, это было действие Духа Святого. Видите, Господь, Он хочет так наделить нас силой, настоящей силой, которая могла бы это сделать, то, что мы не можем ничего. То, что мы не можем. Павел говорит так, уже не я живу, но живет во мне Христос. В одном Писании он говорит, что я не вижу в своей плоти ничего доброго. То есть это правильное осознание самого себя, что я как бы не вижу в самом себе, что я сам без Бога, что во мне что-то хорошее. Человек может с помощью Божьей увидеть себя именно неправильным, именно тем, который ничего не может без Бога. И это хорошо познать и увидеть однажды и понимать это в течение всей своей жизни, что я не могу без Него. Точно так же, как автомобиль не может ехать без топлива, как человек не может, рыба не может жить без воды, человек не может жить без воздуха, так же, без пищи. Вот так мы не можем без Него. Христос сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Наша жизнь истекает от Господа. И Господь нас ободряет, Он говорит, что Дух Святой будет говорить вас. Но это так же смиряет нас и показывает, что нам нужно исполняться Духом Святым, и ждать это от Бога. Бог фактически готов все совершать, не то чтобы Сам вне зависимости от нас, но естественно через нас, потому что Он хочет жить в нас, и Библия говорит, Он в нас производит хотение и действие. Я не говорю сейчас о постороннем действии Господа, о том действии, которое Он творил Вселенную. Он не спрашивал у нас. Он творил звезды, Он творил планеты, Вселенную. Он создавал ту атмосферу и окружил Землю водой, и окружил теми элементами и способностью к жизни человека, той температурой необходимой и так далее. Это было вне нас. И Господь творит все, что хочет. Он создал животный мир, насекомых и так далее. Он создал человека. Но человек стал причиной того, что Господь стал иметь с ним дело, потому что Бог создал его, и Бог не может от себя отречься. Как дети, которые родились у родителей, они стали причиной их переживаний, они стали причиной их радости. Они стали причиной того, что им хочется что-то купить, чем-то угостить. Также причиной того, что, может быть, родители могут иногда плакать или переживать. Если ребенок заболел или что-то с ним не так. Они стали причиной. Мы стали причиной божественного переживания и божественной любви. Он, что Он создал нас. И поэтому Он имеет дело с нами, потому что Он не может с себя отречься. Он верен. И в каком бы ни были состоянии, Он наблюдает на нами. Если мы поступаем правильно, Он радуется. Если мы поступаем неправильно или не совсем правильно, Он переживает, Он готов работать Святым Духом, чтобы изменять нас и так далее, чтобы представить себе, как мы слышали, славную Церковь, без пятна и порока. И вот Бог производит Свои хотения и действия. Павел пришел к такому убеждению и к такому духовному состоянию, в котором мог сказать прямо, что я уже не живу. Уже не я, но Он. Он живет во мне. Это было высочайшее духовное достижение. Это признание, что Иисус есть Господь в моей жизни. То есть Иисус есть Господин. Это признание того, что Он есть Царь. То есть Он управляет, и я Его слуга или служитель, слуга. И это признание того, что раб не выше Господина Своего, ученик не выше Учителя Своего. Это состояние смирения. И вот это состояние нам всегда необходимо понимать. Не я, а Он, как Он, как Господь. Бог дает нам познание Своей воли через Слово Свое и также через Духа Святого, Который открывает нам или побуждает нас к чему-то, чтобы творить. И Он хочет осуществить Свои хотения и Свои действия. Позвольте, я теперь расскажу и с Ефесянам, нет, с Филиппийцам, и покажу библейскую хронологию, что хочет Господь в нашей жизни. Филиппийцам 2, 12 и 13. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в нас и хотения, и действия по своему благоволению. Бог производит в нас и хотения, и действия. Бог не делает это вне нас, но производит в нас. И как я сказал выше, что Бог совершает вещи, которые Он независимо от нас. Он посылает дождь на землю, Он дает урожай. У Него есть нечто, что Его личное дело, то есть то, что Он делает. В нашей жизни могут быть какие-то личные дела. Хорошо, если они по воле Божией. Бог суверенный, но Он также производит в нас, в тебе и во мне, хотения и действия. Его огромное желание, чтобы в нас была воплощена и выражена Его мечта. Он хочет сравнить, как, например, маэстро, или как режиссер какого-то, ну, скажем, хорошего фильма. Он хочет воплотить свою мечту именно так, как он ее видит. Он говорит актеру именно сказать и сделать и выразить эмоции так, как он это видит. Например, если фильм Иисуса или страдания Христа, то, например, режиссер фильма, создатель картины, он видит так, как ему открыто, он видит образ Христа, он видит то, что с Иисусом было, и он хочет это показать. И исполнитель роли, он как бы призван выполнить эту роль. и если человек не справляется с этой ролью, человек ищет кого-то, кто выполнил эту роль, чтобы он именно показал страдания, или боль, или скорбь, или силу, или радость. И вот создатель картины, создатель чего-то, он имеет право на выражение этого, он имеет право, авторское право, не только на текст, не только на картину, он имеет право именно так представить, и все понимают, у него есть на это право. Поэтому он может работать с актером, ищет актеров талантливых, способных, которые могут однажды без многих дублей просто сделать вот это. Но иногда требуется дубль, повторение. И человек, он хочет донести свою мысль. И вот Бог, он создатель всего. Он хочет выразить и донести свою мысль, он хочет что-то сделать именно так, как он это хочет. И он знает, что он сделает это совершенно правильно. Он, понимаем мы это или нет, осознаем или нет, он обязательно сделает это совершенно. Хотя это будет выглядеть для нас не всегда понятно. Но конец будет совершенной, вечность. И вот Бог, он имеет право, и он ищет тех, чьё сердце вполне предано Ему. Отче Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне предано Ему. И Библия говорит, верного человека кто находит. Многие ищут благосклонного лица правителя. Судьба человека от Господа. И написано, верного человека кто находит. То есть найти верного, который бы истинно верно сделал то, что задумал Господь. И хронология, которая в книге Деяния Апостолов, 13 глава, она показывает нам Божий план о Его хотениях и действиях. У Бога есть хотение, и Он имеет право на это. Мы, люди Его творения, да, Он тоже дал нам право. Но Он будет судить нас или оправдывать нас в зависимости какие какие принципы мы использовали. Мы имеем право выбора, но Бог не будет уважать каждый выбор, и Он не будет соглашаться с этим. Но Он может позволить. Библия говорит, все мне позволительно, но не все полезно. То есть Бог сотворил человека по образу своему, дал ему волю, дал ему душу. Мы знаем, воля – это способность принимать решения, делать право выбора. Но Бог говорит, избери добро, чтобы тебе хорошо было. Избери благословение. Вот благословение и вот в этом проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе хорошо было. И поэтому Господь, Он искал человека. Посмотрите, пожалуйста, со мной вместе Деяние 13, 17 стиха. В этих нескольких стихах написан план Бога. Попробуем вместе вникнуть в это. Деяние 13, 17. Ну, выше сказано, Павел Став дал знак рукой и сказал, мужи израильские, боящиеся Бога, послушайте. И он говорит, Бог народа всего избрал отцов наших. Первое. Бог избирает. Он выбрал тебя. Он избрал тебя. Он избрал Роману, избрал Ларису, избрал Альпию, избрал Марию. Избрал. Первое, что есть у Бога всегда, Он выбирает. Библия говорит, Бог предизбрал тебя. Это значит, знал наперед. Хотя Павел шел другим путем. Бог избрал тебя. Мне хочется сказать это вам. Бог избрал тебя. Бог избрал меня когда-то, непослушного. Первое, Он всегда избирает, делает выбор. И второе, Он возвысил сей народ. Первое, Он поднимает. Второе, Он возвышает, в смысле, поднимает свой народ. Он возвысил его где? В земле египетской. Среди трудностей, среди рабства. Бог поднимает тебя и меня среди трудных жизненных ситуаций. И Бог допускает эти ситуации для того, чтобы мы могли подобно Израилю молиться. Чтобы мы увидели, что нам самим трудно. что мы попросим Господа и Он может помочь. И вот молитва, Библия говорит, Бог производит хотение и действие. Бог первое, избрал, второе, возвысил народ в земле египетской. Он его умножил, Он его поднял во время их скорби. То есть, если говорить, вы поняли, они возопили к Богу, они стали молиться. Мышцы и вознесенной вывел их. Третье, Бог выводит. Бог дает нам скорби, третье, Бог обязательно выводит. Третий шаг, Бог выводит из скорбей. Скажем, Бог избрал меня. Бог возвышает меня. И выводит меня. Далее, Он около сорока лет питал их. Бог питает. Он заботится о нас, чтобы мы были накормлены физически и духовно. В пустыне Он кормил физически, и Он также кормил их духовно, потому что они получали откровения через Моисея, написано, пили из последующего камня, который был Христос. Он питал их. Пятый шаг. Он истребил всем народом в земле ханаанской и разделил в наследие землю их. То есть, Господь обязательно заступится за народ в критической ситуации. Обязательно победит врагов твоих. Обязательно. То есть, Библия говорит так, что мы все преодолеваем силы возлюбившего нас. Аминь. Что тот, кто в Христе, к тебе, Христос, Он больше того, кто в мире. Бог победит. Мы никому не желаем зла. Мы ни с кем по плоти не хотим сражаться. Но если кто-то будет восставать против народа Божьего, Господь силен заступиться. Помните Ирода, как Господь поразил его и он умер. Помните другого Ирода, которого изъели черви и он умер. Мы видим о том, что Господь заступался. Ведь Библия говорит, полна примеров, Бог заступался за Давида. Я хочу сказать с уверенностью, нет ничего, что могло бы победить тебя, если ты избран Господом, если ты под Его водительством, Он питает тебя, греет и ведет, Он всегда позаботится. Он заступится, и Господь сказал, что Он защита помазанника своего, спасительная защита. Есть местописания, Псалом 19, другие псалмы, которые говорят именно Псалом 2, Псалом 19, которые говорят, ныне познала, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих. Псалом 27, стих 8 говорит нам, Господь, крепость моя и щит мой, на него уповалось сердце мое, он помог мне, возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песню моею, Господь, крепость народа своего, и спасительная защита помазанника своего. Помазание Духом Святым, оно настолько ценно и настолько важно в глазах Бога, что Бог, он будет заступаться всегда за тех, кто помазан. Поэтому помазание, крещение Духом Святым, избрание Бога, оно очень ценно в Божьих глазах. Поэтому Давид и боялся восстать на Саула, зная, что когда-то Саул был помазан. И он говорит, кто поднимет руку на помазанника Господи и не останется ненаказанным. Это не было учение Давида, это было учение Духом Святым. Давид был инспирирован, вдохновлен Духом Святым. Он писал все псалмы. Я сегодня думал, как он писал? На него сходила благодать, он писал в стихотворной форме, Бог через него говорил все, что будет о Христе, о будущем. И он записывал это. Был человек очень близких отношений с Богом. И вот мы дошли до того, что хронология говорит, что Господь питал их сорок лет в пустыне. Затем Господь разделил им землю в наследие. Нет, простите, питал в пустыне. Затем Господь истребил народы и дал им землю в наследие. Бог даст тебе то, что принадлежало нечестивым. Господь силен благословить тебя. Он готов благословить и отдать тебе, как написано в Писаниях. Он может это сделать. И Он дал землю обетованную. Он сказал, ты будешь жить в земле и получишь сады, которые ты не сажал, и жить в домах, которые ты не строил. То есть Господь силен благословить. Я не говорю сейчас о наших плотских амбициях, о том, что мы думаем о том, чтобы как бы иметь что-то чужое имущество. Нет, просто Бог силен благословить и дать наследие его дел, Он силен помочь. Но главное впереди. После всего около 400 лет, это уже седьмой принцип, Он давал им судей до пророка Самуила, включая пророка Самуила. 450 лет Бог не оставлял их и давал им Слово Духа Святого. Эти судьи говорили, то есть судья, это был не тот судья, как сегодня, да? Но это был Божий пророк, помазанный Духом Святым. В их числе была Девора, в их числе был Ворак, в их числе был Иефай и другие. И там был Самуил. 450 лет. Какая верность Бога? 450 лет Бог давал им руководителя, давал им помазанника, давал тот, кто говорил, мужчина или женщина. Но в основном были мужчины, но и женщины тоже. Господь давал им руководителя. И вдруг, вот этот, семь принципов вот этих, вдруг они прерываются. Чем они нарушаются? Они нарушаются тем, что они начали они, потом просили они царя. Это уже не Бог был, вы знаете, не Божья инициатива, не Божья совершенная воля, не его вот этот талант, когда вот мы говорим, маэстро или создатель картин, он говорит, делаем вот так и так. А это уже было то, что народ сказал, дай нам царя. Мы хотим быть как другие народы, чтобы он вел войны, чтобы он, значит, руководил нами. И вот здесь вмешательство человека в Божий план. То есть не ты, но мы. Не так, как ты нам делал раньше, 450 лет, а вот сейчас, как мы хотим, как другие люди. И вот в этот момент, когда человеческое желание, человеческая мечта ставится на первое место, а Господь уходит на второе, это всегда несет проигрыш. И поэтому вот искание Бога, ставить его на первое место, сделать его царем своей жизни, сделать его Господом, слушаться его. Это большое дело. Это важное дело. И Бог говорит нам, римлянам, что, как вы предавали себя раньше послушание или на дела беззаконные, так посвятите себя на дела святые. Что повелишь мне делать? Это совершенная молитва. В чем твоя воля? Что ты хочешь, чтобы я делал Господь? Иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что сделать. Вот такое слово не вы будете говорить, но Дух Святой будет говорить вас. Пусть Бог поможет мне и нам вот жить такой жизнью, что хочет Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok